По рукам не проводим, только по дереву. По дереву мы работаем непосредственно по волокнам. К восстановлению деревянного зодчества приступили неравнодушные жители города. Работа проводится в рамках проекта «Дома». Он существует уже второй год. В 22-м отреставрировали здание на Анатолия 118. Решили для нашего города сделать полезное дело, так как очень переживаем. Душа болит за деревянное строительство. Обидно смотреть, как обшивают красивые дома с сайдингом. В этом году выбор пал на «Дом 59» и тоже на Анатолия. Кстати, здание для восстановления выбирают не просто так. Во-первых, дом не должен быть объектом культурного наследия. С такими работают специализированные службы. Во-вторых, желательно, чтобы находился в центре города. А самое главное – заинтересованность жильцов. Вообще красота будет, потому что своими силами посмотришь, охота вроде, чтобы красиво было. Но самому не сделать. Тут такие резные наличники, старина. Жильцы будут помогать волонтерам, которые, к слову, уже прошли обучение. Мы создавали методичку, по которой нужно было провести обучение для волонтеров о том, как работать с деревом, какое покрытие мы должны наносить, в каком случае, что делать, если у нас не получается или наоборот получается. Ребята, а это в основном студенты, прослушали 4 теоретических занятия и побывали на производстве. Все благодаря выигранному гранту. Символика проекта и душевная кампания – еще один привлекательный бонус для участников. Я хочу приобрести новые навыки, узнать, может быть, историю дома, то есть больше погрузиться в реставрацию дерева, какого-то декора. Я не знаю, ну, этот дом, не знаю, что это, но я думаю, что просто нужно помогать, может быть, бабушке, а не знаю, но нужно помогать и, ну, работать, чтобы все чисто будет. Если честно, это первый раз я это сделаю, но мне нравится, это вообще мне нравится. Вы знаете, я иностранец, я не русский, но мне интересно, но ваша культура. Сейчас организаторы проекта выясняют историю дома, у которого, кстати, есть своя изюминка. Тот цвет, который есть сейчас на доме, это не его изначальный цвет. Лет 40 назад, когда заезжали сюда жильцы, с которыми непосредственно мы взаимодействуем, сказали, что ставни были покрашены в один цвет. Так делают почему? Потому что это дешевле и потому что это проще. А мы в ходе исследования дома обнаружили, что ставни были совсем другого цвета. Примерно через месяц можно будет увидеть исходный цвет дома, а после волонтеры займутся зданием в Биске. Да и в будущем организаторы планируют развиваться и масштабировать проект. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.